Добрый день. В эфире программа «Политическая линия фронта». С нами в гостях эксперт Центра исследований России, чрезвычайный полномочный посол Украины Борис Базилевский. Добрый день, Борис. Добрый день. Борис, в США очень много идут разговоров о том, нужно ли поставить Украине оружие или нет. Палата представителей говорят, что нужно, говорит государственный секретарь. Но администрация Обамы, да и сам президент отказывается. Почему? Ну, Сенат тоже вчера принял, единогласно поддержал резолюцию в пользу предоставления оружия. Я бы не сказал, что администрация президента или президент Обама отказывается. Он не отказывается, и об этом неоднократно говорилось. Ну, почему у них какие-то соображения? Ну, видимо, проще спросить администрацию. Но мне кажется, что американцы хотят все-таки делать в данное время ставку на то, что, возможно, этот конфликт можно будет решить дипломатическим путем, что пока ресурс не исчерпан. Хотя определенные виды нелетального, как это принято сейчас говорить, вооружения поставляются в Украину. И другие меры тоже не исключаются. Об этом говорилось государственным департаментом, заявлялось об этом. Ну, все будет зависеть от того, как будет вести себя Россия, я думаю, по соблюдению минских договоренностей. Ну, и вот эти вот там мальчики, которые по ее указке воевают где-то в восточных регионах Донбасса и Луганска. Как показало время, дипломатический вид решения этой проблемы не очень эффективен. Минск-1, Минск-2, нормандские встречи. Стрельба продолжается. Может, нужно все-таки использовать что-то стоящее? Дело в том, что должна быть комбинация инструментов и того и другого. Если мы помним Балканский конфликт, то по проблемам в Хорватии было где-то принято около 15 такого рода договоренностей. Я не хотел бы говорить о том, что будет там какой-то Минск-15. Но, видимо, все-таки, я так думаю, что худой мир, говорят, лучше хорошей войны в данный момент. И пока удается поддерживать худой мир, это условие или это создает определенные обстоятельства на пользу Украине, потому что мы можем таким образом решать какие-то свои экономические, промышленные проблемы, социальные проблемы и так далее. По моему убеждению, дипломатические методы должны сочетаться с серьезной перестройкой нашей экономики, налаживанием эффективных вооружений. Это по плечу Украины, Украине, потому что мы имеем достаточный отряд ученых, изобретателей. Вести страну с пониманием того, что мы все-таки... Победа будет за нами. Ну, не только победа. Победа, конечно, будет за нами, потому что правда за нами. И Бог на нашей стороне, как говорят. Агрессор всегда терпит поражение. Мы должны об этом помнить. Но, кроме того, конечно, живя в таких условиях ни мира, ни войны, или и мира, и войны, мы должны всегда быть готовы к большой войне. А почему? Потому что, знаете, о римляне говорили, если хочешь мира, готовься к войне. Давайте вернемся на международную арену. Поддержка иностранными партнерами Украины. Как сделать эту поддержку более сильнее? И, может быть, на дипломатическом уровне? Я-то думаю, что нельзя говорить, что дипломатия наша делает все достаточно, хотя и делает очень много. Должна быть, конечно, повышенная активность наших посольств за рубежом. Она не во всех странах на достаточном уровне. Надо совершенствовать нашу пропаганду, которая должна преобладать по силе русскую пропаганду. Вот я недавно вернулся из Белграда и наблюдал, что там работают прекрасно два канала. Там их трансферирует Russia Today и Россия. Ну, то, что они там несут, это вы сами понимаете. Вот. Но там была конференция и иногда приходилось, хотя аудитория с пониманием относилась и с симпатией относилась к Украине, но некоторые моменты истории Украины не совсем понятны до конца. Вот. Значит, видимо, какая-то недостаточная информация доходит. Они все ориентируются на то, что они слышат из России. Я понимаю, что это вопрос пропаганды, это еще вопрос денег, конечно. Но кроме денег, видимо, это еще и вопрос мастерства. Поэтому нам надо совершенствоваться и понимать, что мы действуем и живем не только в сложное время, но и в условиях войны, и мы должны напрячься. На Брюссельском саммите НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все зависит от Украины, быть ей членом НАТО или нет. Имеет ли Украина стать в ближайшей перспективе членом НАТО? Ну, он правильно сказал. Он этим изречением подтвердил, что двери НАТО открыты для Украины, что Украина имеет перспективу для вступления в НАТО. Но это путь вступления, это путь не близкий и не короткий. Многое зависит не только от готовности, от желания, скажем, Украины быть членом НАТО, но от того, как она будет продвигаться по пути реформ. Я хотел бы, чтобы правильно понимали, что НАТО — это не только, скажем, оборонительный союз, и не только имеет свою военную составляющую, это еще и союз демократических государств. Государств, которые преодолели в основном коррупцию, скажем так, государств, которые успешно развиваются по экономическому пути, даже Греция, которая там несколько стонет от... От кризиса. От кризиса, так называемого, там уровень жизни выше, чем у нас. И это союз тех стран, которые имеют вооруженные силы, соответствующие современным стандартам. Может ли Украина провести такие реформы в своем оборонительной сфере, чтобы соответствовать этим стандартам? Она должна. Я не могу говорить «может». Уже вопрос о том, что «может» или «не может» не стоит. Вопрос стоит о том, что «должна», если она хочет выжить, если она хочет быть независимой страной, на которую, скажем, будут... Ну, которая получит поддержку и своего народа, и которая будет на зависть своим соседям, она должна проводить эти реформы и бороться с коррупцией, и экономической реформой, и социальной реформой, и реформы военной области, безусловно. Как вы относитесь к тем реформам, которые проводятся в Украине? Хотелось бы... Ну, я знаю, что президент и правительство неоднократно заявляют и делают что-то, подтверждая свою приверженность к реформированию Украины. Хотелось бы, чтобы эти реформы проводились бы быстрее и эффективнее. А почему хотелось бы? Потому что мы не имеем времени для раскачки. Мы живем сейчас в очень сложное время, в очень опасное время. И то, что некоторые государства требовали, скажем, несколько лет, 10 лет или 5 лет, нам это время не отпущено. Если мы хотим выжить, это должно пройти за 1-2 года. Работа ОБСЕ в Украине, как вы оцените ее работу? Я несколько скептически отношусь к этой организации. Некоторые заявляют, что она недееспособна. Она не формировалась как организация для поддержания мира. Это была более-менее организация, которая декларировала, скажем так, организация какой-то определенной декларации. Хельсинский заключительный акт, мы помним. Это как бы декларация о мирных намерениях всех государств Европе жить в мире. Она не имеет никаких действенных инструментов для воздействия, скажем, или наказания агрессора, для применения каких-либо санкций. И это мы видим по группе наблюдателей этой организации, которая действует в восточных районах Донецка и Луганской областей, что они только наблюдают, что-то записывают, а когда начинаются бомбардировки со стороны террористов, и грады летят против мирного населения, они тоже ничего не могут сделать, они только прячутся. То есть мы можем сказать, что ОБСЕ стала такой информационной организацией? Она не стала, она была всегда. Она никогда не проявлялась и не использовалась в очень сложных ситуациях. Единственное, что для нас важно использовать ОБСЕ в данном случае, это то, что те наблюдатели, которые там работают, наблюдатели, это группа интернациональна. Которые входят также и россияне. Входят, как для баланса, скажем, мы, россияне, но там есть и американцы, там есть и западные европейцы. То есть это как бы доказательство того, что там для международной общественности, скажем так, или всех государств, что там в действительности происходит. Потому что мы же понимаем, если мы будем говорить, что там какие-то акты со стороны боевиков, нарушающие какие-то мирные договоренности, или бомбежки, обстрелы мирного населения, если это мы будем заявлять, то россияне опять же скажут, что это неправда, что есть какие-то другие факты. А если это видят представители, скажем, международного сообщества, то тогда им трудно возражать против этих фактов. Мы продолжим на второй части нашей программы. С нами в эфире чрезвычайный и полномочный посол Украины, эксперт Центра исследований России Борис Базилевский. Борис, как вы думаете, есть ли какой-то рецепт решения конфликта в Украине? Да, трудно сказать. Понимаете, если бы знали, если был бы рецепт, то его бы уже сейчас прописали, и уже бы все было лишено. Я бы вот хотел по этому поводу напомнить слова выдающегося государственного деятеля прошлого века, британского премьер-министра Винсона Чарчилля, который был достаточно мужественным человеком, оказавшись в ситуации руководителя государства, которая одно противостояла гитлеровским войскам, тогда, когда уже вся остальная Европа сдалась, да, сдалась, была повержена, потерпела поражение. Америка еще не вступила в войну, потому что она, как всегда, колебалась, пока не произошел Пэлл-Харбор. Он уже после войны, почти 60 лет тому назад, 5 марта 1946 года, в Фултоне-Мизуле, в Соединенных Штатах, сказал, что существуют две огромные угрозы, которые это реализирует мир. Это два громадных мародера, война и тирания. Война, как он заявил, всегда происходит в результате планов подлого человека и агрессивности сильных государств. Тирания правит тогда, когда сила государства используется без ограничений либо диктатором, либо компактной группой олигархов, которые действуют через привилегированные партии или политическую полицию. И далее он сказал, что русские любят силу, но не уважают слабость, в особенности военную слабость. Если западные демократии будут стоять вместе, плечом к плечу, в выполнении принципов Устава Объединенных Наций, их влияние на продвижение этих принципов будет огромным. И никто не сможет их победить. Но он предупредил, что если запад окажется разделенным или будет колебаться, тогда, конечно, катастрофа может охватить всех нас. Это, может быть, одни из рецептов, которые были предложены еще 60 лет тому назад. В добавлении я бы хотел сказать, что прежде всего мы должны полагаться на свои силы, на свою решимость. Наши солдаты, это одни из лучших солдатов в мире, теперь мы должны их поддержать и экономически, и в военном плане, мобилизовать, скажем так, нашу промышленность на военные цели, но и по возможности использовать наши дипломатические каналы для того, чтобы убедить наших союзников в том, что Украина защищает не только свою независимость, не только свою демократию, но что под угрозой находится демократия, независимость, всего остального. Как Вы думаете, возможно ли на дипломатическом путем создать такой ареал анти-друзей России? Может быть, Японии, может быть, другими странами? Я думаю, что вопрос, видимо, должен стоять не анти-друзей в борьбе против России, скажем так, а, видимо, нужно правильнее говорить о друзьях в борьбе против агрессивности путинского режима. Это будет правильно. Почему? Потому что все равно Россия вынуждена будет соглашаться на мир. А как быстро это случится будет, зависит от консолидации, единства всех демократических сил и всех наших друзей, которые поддерживают Украину. Президент Обама и канцлер Меркель заявили, что санкции будут действовать до того момента, пока не будут выполнены до последнего пункта минские договоренности. Но остальные страны, такие как Франция, Италия, Испания, четко дали понять, что они не готовы продолжать санкции далее, поскольку это вредит их национальным интересам. Но это немножко неправильно. Почему? Потому что там были колебания какие-то во время дискуссии по этому вопросу. Но в принципе и нашим друзьям, и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах, и нашим дипломатам все-таки удалось сохранить именно вот эту очень важную формулировку о том, что до тех пор пока не будут выполнены выполнены минские соглашения полностью. Это очень важно. МИД Польши настаивает на женевском формате. Скажите, какие есть преференции этого формата, и почему на нем настаивает Польша? Почему не Украина? И почему не Украина, почему Польша? Мне трудно сказать, хотя я считаю, что женевский формат был более удобен для Украины, потому что поскольку в этом формате принимали участие Соединенные Штаты, и в женевском формате наши позиции были намного сильнее. Вот что я могу сказать. То есть мы проиграли? Нет, мы не проиграли, потому что перешли, я не знаю, почему перешли к нормандскому формату, ушли из женевского формата, но наши позиции в нормандском формате несколько слабее, скажем так. Несколько слабее. Почему? Потому что понятен вес Соединенных Штатов, вот, ну, в то же время можно сказать так, что как бы в нынешних условиях Соединенные Штаты уже принимают случившееся, как есть, и они поддерживают, поддерживают и то, что делается в рамках нормандского формата. Сейчас ведутся очень много переговоров о том, будут ли миротворцы на территории Украины. Верите ли вы в то, что они все-таки будут, и поможет ли этот факт деэскалации конфликта? Я, опять же, несколько скептически отношусь к реализации такого предложения. Было бы хорошо, если бы не были. Но дело в том, что миротворцы успешны только тогда, когда есть добрая воля с обеих сторон. А мы знаем, что Россия неоднократно заявляла о том, что она будет возражать против ведения миротворцев, и она будет использовать право вето по поводу миротворцев. Миротворцы, как бы, практика показывает, что они работают где-то в пределах нейтральной зоны, тогда, когда и справа, и слева стороны соглашаются не совершать никаких действий, нарушающих достигнутую договоренность. Но в тех условиях, что мы сейчас наблюдаем, когда боевики в восточных частях Донбасса и Луганска не соблюдают даже минские соглашения, ежедневно происходят обстрелы из гранатометов, стрелкового оружия, когда Россия продолжает снабжать боевиков или свои регулярные части, которые незаконно находятся на этих территориях, так называемых отпускников или командировочных, то я не думаю, что миротворцы могут что-то существенно как-то повлиять на процесс, на укрепление мира на этих территориях. Есть еще, да, я даже не знаю, как по-русски сказать, peace imposing forces, это те силы, силы, которые навязывают, полицейские силы, так называемые, полицейские силы, которые заставляют участников соблюдать эти соглашения. Но я не думаю, что это тоже реалистический вариант, потому что вряд ли кто-то захочет действовать как подавляющая сила, как полицейская сила в тех условиях, когда Россия опять же будет возражать и опасаясь войти в прямой конфликт непосредственно с российскими войсками, я не думаю, что это будет реалистично. У нас осталось мало времени, потому очень коротко. Есть ли у Украины шанс побороть право вето России в Радбезе? В Радбезе это только надо выносить на Генеральную Ассамблею ООН и пересматривать уставы ООН. Это довольно сложная работа, но нам по силу, почему? Потому что у нас очень много союзников в организации объединенных наций. То есть есть надежда? Есть надежда, но это не быстрый процесс. Не быстрый процесс. Основная надежда, знаете, полагайся на себя. И на этой позитивной ноте, к сожалению, наше время подошло к концу. С нами в эфире был чрезвычайный полномочный посол Украины, эксперт Центра исследований России Борис Базилевский. Спасибо, что были с нами, Борис. Спасибо вам. Спасибо.